Дорожники должны заасфальтировать порядка 80 тысяч квадратных метров дорог. Последние звонки звучат в школах города. В этом году из-за ситуации с пандемией мероприятия проходят в онлайн-режиме. В 13-й гимназии должна появиться спортивная площадка. Сегодня руководство школы встретилось с председателем городской думы. Очереди ранним субботним утром можно было наблюдать у прилавках на Магаданской площади. Первая в этом году ярмарка выходного дня собрала сотни горожан. Первые часы работы Магаданского асфальтобетонного завода. Мэр Магадана Юрий Гришан посетил объект, проверил его готовность к благоустроительному сезону и нажал на пусковую кнопку. В течение трех дней завод будет находиться на прогреве, после чего начнет функционировать по назначению. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован большой объем работы. Напомним, будут обновлены улицы Парковая от Гагарина до проспекта Карла Маркса, Колымское шоссе от Кольцевой развязки 31-го квартала до проспекта Ленина, а также 990 метров улицы Майской в микрорайоне Снежный. Всего этим летом магаданские дорожники уложат на дороги города, тротуары и во дворы порядка 80 тысяч квадратных метров асфальта. Запланирован ямочный ремонт автодорог, он составит 13 тысяч квадратных метров, благоустроят 8 дворов и жилых кварталов по муниципальным контрактам. Среди самых крупных объектов дворовой территории на набережной реки Магаданки, Комунный, Нагаевской, Билибина, по словам Юрия Гришана, объем производимого покрытия в этом году должен превысить объемы предыдущих лет. У нас действительно уже наступили плюсовые температуры и можно начинать заниматься благоустройством города. Конечно, все хотят видеть свои дворы отремонтированными, заасфальтированными. В этом году нам предстоит очень большая работа. Мы должны выпустить на этом заводе 26 тысяч тонн асфальта. Это на 4 тысячи больше, чем было в прошлом году. Это и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» три участка будем делать. Будем осваивать денежные средства по 8 дворовым территориям. Это за счет средств особоэкономической зоны. Вместе с осмотром технологических установок мэр посетил лабораторию завода. Здесь специалисты ведут контроль за качеством производимого покрытия. Прежде чем одобрить годность асфальтобетонной смеси, квалифицированный сотрудник проверяет взятые пробы и определяет степень водонасыщения. Асфальтобетон, не прошедший проверку или не соответствующий требованиям качества, к эксплуатации допущен не будет. Сейчас завод полностью готов к старту производства высококачественного покрытия, благодаря которому дорожное полотно и дворовые территории Магадана будут восстановлены и благоустроены. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил выпускников с последним звонком. В этом году из-за ситуации с пандемией мероприятие проходит в онлайн-режиме. Дорогие выпускники, сегодня особенный день. В последний раз для вас звучит школьный звонок. Одновременно и грустное, и радостное событие. К сожалению, в этом году из-за ситуации с пандемией мероприятие проходит в онлайн-режиме. Но пусть это не омрачает праздника. Начинается новый, серьезный этап в вашей жизни. Сегодня на сайтах школы в соцсетях демонстрируют фильмы о выпускниках и их достижениях. А преподаватели записывают видеообращения с напутственными словами, поздравляя школьников с окончанием обучения. Пусть ваш путь будет счастливым. Пусть сбывается все, о чем вы думаете. Не забывайте свою школу. Не забывайте своих учителей. Они вас любят. И в это сложное для нас с вами время мы можем представить, как бы прошел этот последний звонок, как бы прошел этот выпускной вечер. Вы всегда будете с нами. Всего в этом году 620 выпускников в Магадане закончили 11 класс, и 1106 ребят – 9 класс. Дорогие выпускники, вот и заканчиваются школьные приключения. Вот и пролетели 11 лет, которые несли огромный вклад в жизнь каждого из нас. Мы получили не только обширные знания, но и богатый жизненный опыт. Мы всегда будем помнить тысячи интересных историй и необычных открытий. Мы всегда будем помнить плечо товарища, вовремя подставленное. Да, были неудачи и разочарования, но они принесли нам опыт. Поздравления главы города, учителей и выпускников смотрите после программы «Магаданское время» в 20.15 на телеканале МТК-видео. Председатель Магаданской городской думы встретился с директором 13-й гимназии. Говорили о планах по строительству спортивных объектов. В частности, руководство школы считает, что на территории учреждения должна быть площадка для сдачи норм ГТО и игровое поле. Площадь здесь ограничена, специалисты осмотрелись с тем, чтобы оценить масштабы стройки с учетом подземных коммуникаций. На встрече присутствовал руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Магаданской области Борис Хейман. Вот сегодня состоялось у нас такое выездное совещание с руководителем департамента физической культуры и спорта Магаданской области. То есть это в идеале, если это все у нас получится, это будет совместное решение регионального департамента, мэрии по обустройству этих площадок. То есть мы сегодня посмотрели, где сети. Есть, конечно, вопросы, которые нам нужно еще обсудить с теми, кому эти сети принадлежат, для того, чтобы понимать, в какую сторону, где что можно пододвинуть. Но в целом, вот на сегодняшний момент, как я оцениваю, что вполне реально здесь сделать спортивную площадку и площадку под тренажеры ГТО. Вопрос строительства спортивной площадки для 13-й гимназии на протяжении нескольких лет остро стоял как у руководства учреждения, так и у родителей на школьных собраниях. При наличии погодных условий у детей должна быть возможность заниматься физкультурой на свежем воздухе. В дальнейшем председатель городской думы Сергей Смирнов планирует встретиться с главой города и заручиться его поддержкой для реализации планов. После того, как специалисты техконтроля завершат проектирование, можно будет говорить о финансовой составляющей – стоимости работ, закупке инвентаря и покрытия. При удачном стечении обстоятельств к реализации проекта приступят в 2021 году. Первая в этом году ярмарка выходного дня собрала сотни горожан на Магданской площади. Ее провели впервые после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Под открытым небом продукцию в субботу 23 мая представили около сотни сельхозпроизводителей и предпринимателей. Очереди с покупателей образовались уже в 10 утра. Торговлю организовали с соблюдением мер безопасности, масочного режима и социальной дистанции. На асфальте расчертили разметку, подписали, где продают овощи, где рыбу, а где мясо. В основном покупатели подходили в масках. Их можно было приобрести в этот день здесь. На ярмарке продавали сезонные рассады овощей и цветов. Бархатцы, популярные в Мексике, Индии и Таиланде, особенно хорошо расходились. Оранжевые цветы во всем мире по-разному называют. Турецкая гвоздика, золото мэри, студенческий цветок. У нас неприхотливые растения приживаются и украшают дворы, скверы и улицы областного центра. Магаданская компания футболок и сувениров предлагала сшить защитные маски за 175 рублей. Огурцы местные фермеры отдавали за 420 рублей, литр молока за 110, полкило сметаны за 500 рублей за столько же килограмм творога, десяток перепеленных яиц за 100 рублей, за одну голову двухнедельных цыплят просили 180 рублей. Ярмарка выходного дня на Магаданской площади теперь работает каждую субботу. Первые покупатели приходят сюда в 9 утра. Коллектив телеканала МТК Видео и медиахолдинга «Вечерний Магадан» выражают глубокие соболезнования родным и близким Давида Исумуровича Райзмана. Педагог и учитель, историк и краевед, журналист Давид Исумурович ушел из жизни 21 мая после продолжительной болезни. Ему было 79 лет. Последние годы известный магаданец провел в Санкт-Петербурге. Давид Райзман родился в Магадане и всю свою жизнь посвятил изучению и популяризации истории нашего края. С 1967 года преподавал отечественную историю, обществоведение, краеведение, основу государства и права в школах Магадана. Работал в областном институте усовершенствования учителей, побывав практически во всех поселках Колымы и Чикотки, изучая опыт лучших педагогов и разрабатывая учебные программы для детей и взрослых. Город соболезнует близким и родственникам Давида Исумуровича и скорбит вместе с ними. В Магадане нашли мертвой 19-летнюю девушку. Мать Дарьи Медовой начала поиски дочери 19 мая. По предварительной версии, девушка гостила у друга, после чего вызвала такси и уехала погулять на маску скорби. После того, как дочь не вернулась домой, информацию о пропавшей опубликовали в социальных сетях. Но результата не было несколько дней. Сотрудники полиции и волонтеры отряда «Поиск детей Магадан» тоже не смогли найти пропавшую. 21 мая на сопке Крутая Дарьи Медову нашел мужчину, который выгуливал свою собаку в районе мемориала памяти жертв политических репрессий. По предварительным данным сотрудников Следственного комитета, девушка умерла от переохлаждения. На место происшествия выезжал следователь Следственного отдела по городу Магадан, а также Следственная оперативная группа. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Предварительные данные медицинского исследования свидетельствуют о том, что на теле девушки обнаружены признаки переохлаждения. Однако окончательные выводы судебные медики смогут дать после проведения всего комплекса лабораторных исследователей. Точные причины смерти Дарьи Медовой на данный момент не подтверждены. По факту исчезновения девушки, Следственный комитет проводит все необходимые процессуальные действия. Магаданские писатели могут подать заявки на участие в премии «Дальний Восток» до 30 июля. Премию присуждают за лучшие произведения отечественных авторов на северную тематику. На соискании могут быть выдвинуты романы, повести, сборники рассказов, а также документальная проза и мемуары. Традиционно в конкурсе три номинации – «Длинная», «Короткая», «Детская проза». Вместе с тем в этом году литературной общественности читатели предложили организаторам дополнить премию номинации «Поэзия», а также издавать «Альманах» с наиболее яркими моментами из шорт-листа по итогам каждого сезона. Полуфиналистов объявят после обработки всех заявок до 30 сентября. В конце ноября публикуют шорт-лист претендентов, а победителя назовут накануне нового 2021 года во время Дней Дальнего Востока в Москве. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магада». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах «Магаданские сувениры и футболки» на «Ленина-7» и на рынке «Фрэш» островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы-дефис-магадан.рф Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы-дефис-магадан.рф 26 мая в Магадане Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла. Днем плюс 4, плюс 6. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 5-9 м в секунду. Относительная влажность воздуха 83%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы. И крепеж в ассортименте. «Крас» мы работаем. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин